Жаркая неделя. Горели трансформаторы, целые кварталы столицы бессвета и, как следствие, акции протеста с перекрытием улиц. Отвечать будете за каждую копейку. Сергей Меликов подверг резкой критике темпы капитального ремонта в школах республики. Ветхие страдания на улице Алферова. Почему более 10 лет власти не замечают общежитие «Призрак» в Каспийске, расскажем сегодня. Почему хоккейные жены такие? Почему никто не живет? Их родственники, родня. А почему над нами издевают взрослые люди? Короткая дорога через Хубар востребована туристами, но обделена властью. Почему, выясняли наши корреспонденты. Глотаю эту пиль. Сколько можно так-то пить? Меня заранее туда кровь заводит, вот эта обстановка. Здравствуйте, это программа «Итоги» на канале ННТ. Меня зовут Магомед Магомедов. О наиболее заметных событиях минувшей недели расскажем прямо сейчас. Прошедшая неделя выдалась крайне жаркой. В Дагестане горели трансформаторы, без света оставались целые кварталы Махачкалы и пригородных поселков, сгорала бытовая техника. Люди, уставшие ждать позитивных перемен в энергетической сфере, стали выходить на акции протеста и перекрывать улицы. Как итог, в руководстве дагестанского филиала Россети произошли кадровые изменения. Новым директором Дагенерго был назначен Максим Долголев, который до этого возглавлял Махачкалинский горэлектросети. Известно, что трудовой путь в компании Россети Долголев начинал в 2020 году советником заместителя гендиректора по безопасности. К другим темам. На неделе глава Дагестана провел оперативное совещание с членами республиканского кабина. На повестке дня обсуждались актуальные проблемы, ключевым из которых являлся вопрос реализации капремонта школ в текущем году. Министр образования и науки Ехия Бучаев выразил опасения по поводу срыва сроков по капитальному ремонту около 150 объектов. Сергей Анимович, на самом деле, есть опасения по этим 146 школам, по которым я сказал. Действительно, там мы находимся. Ну, нельзя сказать сейчас, что прогнозируем срыв, но риск есть большой. У нас риск есть даже тогда, когда они говорят, что мы этот объект обязательно сдадим. У нас все равно риск есть. А когда мы говорим, что у нас 146 школ на самом деле под вопросом, а что у нас в Сумадинском районе не могли предположить, что там будут погодные условия, а зачем тогда вообще заявлялись с таким количеством школ в районе? Сказать зачем? Потому что большее количество школ предполагает выделение большего количества денежных средств. Но я вам сказал, вы каждый за копейку ответите. Каждый из вас за копейку денег неосвоенных ответите. И не только там перед, я не знаю, контрольными органами, но и перед депутатами Народного собрания. Причем я не пугаю никого, но я об этом предупреждал еще в ноябре прошлого года. По итогам совещания Сергей Меликов поручил увеличить темпы работ, а также подготовить более подробный доклад, в котором будут отмечены передовые и отстающие муниципалитеты. Вместе с тем, несколько образовательных учреждений, которые отстают по темпам строительных работ, Сергей Меликов посетил лично. Речь о школе на 120 ученических мест в селении Ахты. Строительство данного объекта началось в июне прошлого года и должно было быть завершено в ноябре. Однако сроки были перенесены на июль текущего года, тем не менее школы еще не достроены. Глава Дагестана раскритиковал качество проводимых работ и потребовал исправить все недочеты и сдать объект намеченные сроки. Здесь же, в райцентре Ахтынского района, Сергей Меликов ознакомился и с капремонтом школы номер один. Учебное заведение было построено в 1990 году и давно нуждалось в ремонте. Общая стоимость проекта составилась свыше 24 миллионов рублей. По контракту работы должны быть завершены 20 августа, однако на сегодняшний день объект готов всего лишь на 38%. Глава региона потребовал от подрядчика соблюдение графика, а также пообщался со строителями. Вы с тобой рассчитывали за это? Здесь хоть раз рассчитывались? Я не вижу. А? После окончания? Ну тут оба сплотили? Да. Сколько вам? Я не знаю, я не считаю. Я в конце получаю. Я специально тебя найду в конце. Ты приедешь, следом ты покажешь, за сколько ты списываешься. Все, это я прошу. Кто прав, а кто виноват. Ситуация с пайщиками строительной компании «Арси» снова оказалась в повестке информационных лент. На этот раз ситуацию мешался лично Сергей Меликов. На неделе в Думе правительства была инициирована встреча с участием всех заинтересованных сторон, на которой руководитель региона заявил, что берет ситуацию под личный контроль. Поможет ли это в решении сложившейся проблемы, попыталась выяснить Ларьяна Шумхалаева. Ей слово. В случае образования убытков существенных изменений обстоятельств правильно направить уведомления только тем пайщикам, которые не внесли сумму первого взноса. А вы внесли сумму первого взноса. А вам все равно направится. Понятно. Глава, судя по всему, был, что называется, в теме. Все же пайщиков внимательно выслушал каждого по отдельности. Это тот самый принципиальный актив, который с самого начала выступал против дополнительных взносов за квадратные метры. Их упорство долго ничего не приносило. Акции протеста, критические публикации в СМИ и, как итог, уголовное дело против компании, которое, к слову, было закрыто. Следственные органы так и не нашли состава преступления в действиях сотрудников Арси Групп. И вот новый виток противостояния. Пайщик-застройщик. Но на этот раз ситуация на контроле у власти. Вам спасибо за принципиальную позицию. Я попрошу до всех остальных довести, что ситуация на контроле у главы. Каждый представитель правоохранительных органов в этом отношении погружен и посвящен. Сегодняшняя встреча пусть для вас будет примером к тому, что власти наши готовы с вами разговаривать и проблемы ваши решат. Хорошо? Спасибо. Обещание главы региона, безусловно, вселяет определенный оптимизм и не только в клиентов Арси Групп, но и вообще. Обманутых пайщиков в одной только Махачкале насчитываются десятки, если не сотни. Значит ли это, что каждый может рассчитывать на помощь и поддержку власти? Ведь есть пайщики, которые, в отличие от присутствующих на встрече с главой, до сих пор не могут найти, куда, кому и зачем отдали, но точно помнят сколько. В нашем же случае не все так запущено. Квартиры есть, они никуда не делись, просто надо доплатить. И представители компании уверенно объясняют, за что и почему. Ни для кого не секрет, что в Дагестане многие дома заморожены в строительстве. Многие дома не достраиваются. Задержки по строительству длятся годами. Мы же в свою очередь ведем активное строительство. Да, череда непопулярных мер была вынуждена с нашей стороны, как раз таки для того, чтобы строить. Раз ситуация взята на контроль, надо сделать так, чтобы и пайщики были не в накладе, и застройщик не пострадал. Если экономически это решить нельзя, то по-человечески, наверное, можно. Как бы то ни было, сегодня одна из немногих известных компаний, которые строят качественно и по стандартам, снова в информационных лентах, в негативной повестке. И это не есть хорошо. Дорогие наши пайщики, мы вам не враги. У нас с вами общая цель. Да, нас пытаются сталкивать лбами. Но никто, ни проверяющие органы, ни журналисты, ни блогеры, никто за нас не достроит этот дом. Только мы вместе можем это сделать. У нас общая цель, и мы ее выполним. Проблема длиною в 10 лет. Сюжет о многоквартирном доме в Каспийске по улице Алферова 3Б наша съемочная группа снимала 3 года назад. Тогда местные власти обещали решить вопрос и оказать содействие в переселении людей из ветхого жилья. Однако жильцы по-прежнему продолжают жить в ужасных условиях. Продолжение темы сюжет по тематам Ханаповой. Почему хакими жены такими живут? Почему никто не живет? Их не родственники, родня. А почему над нами издевают взрослые люди? Как можно? Скажи, пожалуйста, в таком состоянии. Посмотри, я здесь мою, посмотри. Вот это я латала, это я поставила сюда. Это я все делаю, посмотри. Почему не можно, они делают этого? Я не знаю, как жить вот так. Если я с тобой что-нибудь сделаю, я на них напишу, оставлю записку тоже. Люди устали ждать и устали просить. Около 500 человек на протяжении десятков лет живут в нечеловеческих условиях. Запах сырости, вонь канализации и всюду плесень. И это не заброшенные руины старой постройки. Это общежитие, где еще живут люди. На секундочку, 21 век, город Каспийск. В это сложно поверить, но именно в этих комнатах жильцам дома приходится готовить еду, принимать душ и не только. Градус возмущения людей, он очень понятен. Потому что ни один из чиновников, который затягивает решение этого вопроса, до пяти минут бы здесь не провел. А не то, чтобы жить здесь. Понимаете? Я понимаю людей. У нас нет крайних, все не при делах, но при этом люди почему-то живут до сих пор в таких условиях. Здесь жить не только некомфортно, но и небезопасно. Оголенные провода и постоянные замыкания. Жители говорят, бывали случаи, что и щиты взрывались. Пора уже людей просто переселить отсюда, потому что другого выхода здесь нет. Либо здесь ударит кого-то током, будет проходить, или там пожар начнется. Изношенные здесь не только электрические кабели. Пол в этом многоквартирном доме в буквальном смысле уходит из-под ног. Крыша в непогоду протекает, стена сыплется слоями. Я живу целая, я просто ждем живу там. У меня детьми. Вы сколько раз лично к вам ходили? И что? В первом квартале, втором квартале, третьем квартале. Вот так пять лет проходит уже. И что? Так вы спокойно это делаете. Я вам сниму здесь лично сама квартиру. Живите здесь. Пять лет назад людям удалось убедить городские власти включить их в многоэтажку в список ветхих домов. Включили, но вот до конкретных действий дела так и не дошло. Представители администрации говорят, они сделали все возможное. Теперь решение за республиканской властью. Планируется представление документов, какие дома будут под расселением в этом году или в следующем году. Этот дом плюс еще один на Аджиникидзе находится первый в этом списке. А на какие годы вы можете упасть? В каком году я вам не смогу сказать, потому что эти данные могут быть в Минстрове Республики Дагестан. Уже будем отталкиваться от информации, которая будет предоставлена в Минстрове Республики Дагестан. Однако по итогам встречи главный вопрос, когда людям все-таки ждать нормального жилья, остается без ответа. Представители ОНФ в Дагестане намерены держать ситуацию на постоянном контроле, но даже это не гарантирует скорого решения вопроса. Естественно, мы сейчас обратимся в правительство, в Минстру. Мы хотим официальные документы получить о том, когда действительно людей, в какие сроки начнут переселять. Патимон Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Каспийск. В горах Дагестана нечем дышать. Жители села Хубар Казбековского района жалуются на пыль, которая отравляет им жизнь. Все дело в том, что каждый день по гравийной дороге, ведущей через аул, большое количество туристов проезжает к одной из смотровых площадок. Местные жители обращаются к власти с просьбой асфальтировать данный участок. По их словам, это способствовало бы созданию комфортных условий как для туристов, так и для сельчан. Ситуацией разбиралась наша съемочная группа. Глотаю эту пыль. Сколько можно так-то пить? Меня заранее туда в гроб заводят, вот эта обстановка. Чистый горный воздух здесь давно поглотила густая пыль. По гравийной дороге впритык к жилым домам машины мчатся на большой скорости и беспрерывно. Это доставляет массу неудобств местным жителям. Везде, куда ни пойти, вот она пыль. Вот она пыль. Везде и всю. Посмотрите на виноград. На виноград, посмотрите, он весь пили. Столько выращивали, столько делали, столько поливали, ухаживали. А есть, не хочется. Моешь, все равно пыль остается. Пилища вообще невозможно. Деревья, видишь, невозможно. Это кушать тоже. Априкосы. Курям, скотам даю. По словам людей, здесь в день проезжает не менее 200 машин с туристами. Люди не то, чтобы против приезда гостей, даже за. Но хотят, чтобы власти, думая о туризме, не забывали и о проблемах коренных жителей. Туризм мы любим, туристов тоже любим. Но пыль невозможна. Честное слово, я живу вот рядом с этой дорогой. Вот первый дом у меня, первый дом. Невозможно дышать. Через село пролегает путь к одному из важных туристических объектов. К смотровой площадке, откуда открывается невероятный вид на Сулакский каньон. Здесь, рядом же в лесу, находятся и базы отдыха, куда массово съезжаются люди со всей страны и не только. И они отмечают дорогу бы асфальтировать стоило. Ну, еще машина выручает, я в плане того, что пока на внедорожниках, может, скоро на Ламборгини будем к вам ездить, дороги сделаете. Соответственно, дороги восстановятся, туризм попрет. Очень красиво здесь, очень шикарные места, красивые пейзажи, но немного хотелось бы получше дорогу, чтобы было комфортнее добираться до каньона, чтобы больше получать отдыха от дороги, от времяпровождения. Я здесь с супругом, и мы привезли гостей с Москвы. Вот, они тоже возмущены, что дороги нет. Трясемся сильно. У нас тут массаж просто. Я что хочу сказать, здесь неимоверно красиво, но подводит дорога, пусть прокладывает дорогу, если они хотят развивать туризм. Сельская администрация рассказывает, что несколько лет назад сюда даже приезжала правительственная делегация и обещала включить участок дороги в республиканскую программу. Однако теперь по непонятным причинам прокладывать асфальт к смотровой площадке будут, но по другому пути. Обычно большое количество людей ездят отсюда только. Ну, почему-то, я не знаю, начальство определило через Дилин и Гертма. Говорили, что будем делать эту дорогу первоначально. А теперь нас или кинули, или, не знаю, как вам объяснить, мы уже на второй план. Если сравнить километраж логичнее, было бы ремонтировать дорогу к смотровой площадке через Хубар. Отсюда к туристическому объекту всего 13 километров, а через Дылым-Гертма около 18. Кроме того, транспортный поток по этому участку также сравнительно выше. Но Министерство транспорта Дагестана посчитало, цитата, наиболее эффективными с точки зрения развития туризма, а также муниципального района, проложить асфальт по другому пути. Туризм – это хорошо, но туризм и хорошие дороги еще лучше. Учитывая тот факт, что о развитии отрасли у нас сейчас говорят все, или почти все, не мешало бы заняться и созданием комфортных условий для приезжих, не забывая о комфорте и местного населения. Карим Даниев, Патима Тханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Казбековский район. В большинстве дагестанских школ отсутствуют медицинские кабинеты. Обсуждению данного опроса было посвящено очередное совещание правительства республики. На сегодняшний день в Дагестане около 1400 общеобразовательных организаций, а профессиональными врачами из них обеспечены лишь 182. Статистика неутешительная, однако у чиновников есть этому объяснение. Подробности в сюжете Патима Тханапова. Дети шустрые, травмы у них случаются буквально на ровном месте, поэтому каждой школе, согласно федеральному закону, необходим медицинский кабинет. В Дагестане, как оказалось, с исполнением этих требований складывается не самая приятная картина. Руководители министерства, ответственных за реализацию этого норматива, в своих докладах озвучивают причины такого неутешительного итога, только намекая, что они ни при чем. По словам министра образования республики, основная проблема заключается в отсутствии у школ лицензии на оказание медпомощи. По данным проведенного мониториям следует, что из общего количества общеобразовательных организаций республики, 1396, без учета частных организаций, лицензия на осуществление медицинской помощи получена 182 организаций. Основной проблемой во всех муниципальных районах при подготовке документации на получение лицензий является несоответствие помещений в образовательных организациях республики, установленным требованием САНПИН. Выполнение требований САНПИН не представляется возможным в связи с тем, что некоторые образовательные организации расположены в приспособленных ветхих и аварийных зданиях, не являющихся типовыми. Учитывая изложенное, считаем целесообразным в тех образовательных организациях, в которых отсутствуют лицензированные медицинские кабинеты для оказания первичной медсанитарной помощи, заключая договоры с медицинскими организациями на оказание медицинских услуг обучающихся и воспитанников. Министр здравоохранения республики подтверждает, да, это озвучено Яхьё Бучаевым, но вместе с тем называет дополнительную проблему, из-за которой вопрос внедрения медкабинета в школу оттягивается. Это отсутствие необходимого размера финансирования. Нагружая лечебные учреждения, медицинские учреждения, медицинским персоналом, который не будет осуществлять, или деятельность которого не будет приводить, приходит приводить к тому, что мы выставляем все счета в комсуль для оплаты, будет тоже ложиться временем на медицинское учреждение, и оно должно будет свои расходы на содержание медицинского учреждения, на медикаменты, на тот же самый перевязочный материал, соответственно, урезать, чтобы выплачивать заработную плату. Но ситуация неординарная. Если раньше нас ограничивало то, что мы не могли вводить штатные единицы, сейчас такой в отношении ФОМСа такой запрет, в общем-то, снят, мы можем их ввести на вопрос в том, как их содержать. Такой довод не устраивает ни министра финансов республики, ни главу Кабмина Дагестана. Тонкий намек на выделение дополнительных средств из резервного фонда был воспринят остро как Юнусом Саадуевым, так и Абдулмуслимом Абдулмуслимовым. Если дополнительно будет у нас какая-то большая школа лицензирована, и они захотят иметь отдельного врача, но это должно содержать уже непосредственно каждый муниципальный мюджет. Вообще все чиновники привыкли идти по пути наименьшего сопротивления. Все чиновники не выполняют свои должностные обязанности, как это требует регламент, не организуют работу, как это требует инструкции. Вместе с тем есть путь наименьшего сопротивления. Единственный поставщик и резервный фонд. Все. Если вы в дальнейшем намерены так продолжать свои работы, свою работу вам поддержки не будет со стороны руководства. Я официально заявляю всем и тем, кто там находится на ВТС. По итогам совещания очевидно, сегодня наличие медицинских кабинетов в образовательных учреждениях скорее редкость, чем правила, но власти намерены в корне поменять ситуацию. Премьер-министр республики поручил всем ответственным принять необходимые меры по лицензированию, а также рассчитать необходимую численность медработников и определить объем финансирования. На неделю в Хунзахском районе произошел трагический случай. Автомобиль с туристами опрокинулся в ущелье водопада Тавод. В машине находилась семья из Арибургской области. Родители и двое детей. Все они погибли. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Глава Дагестана Сергей Меликов обещал оказать необходимую помощь родным погибших. За минувшую неделю в Дагестане утонули 14 человек, в том числе дети. Несмотря на все предупреждения МЧС, жители республики продолжают гибнуть на водных объектах региона. Спасатели настоятельно рекомендуют дагестанцам и гостям региона не пренебрегать мерами предосторожности на воде. Ни в коем случае не оставляйте малолетних детей у воды без присмотра, а также не купайтесь в нетрезвом состоянии. Это были итоги недели на ННТ. Увидимся на следующих выходных.